Добрый день, уважаемые родители, уважаемые мамы, основная наша аудитория. Сегодняшнюю нашу встречу мы посвятим ответам на ваши вопросы, на ваши обращения. Я так немножечко проанализировал проблемы, с которыми вы чаще всего обращаетесь. И вот тема нашей первой сегодняшней встречи будет связана с проблемами заболеваний носа у детей. Потому что очень часто задают вопросы, очень часто пытаются бороться с воспалительными процессами слизистой оболочки носа. Не всегда правильно. Итак, давайте немножечко поговорим об анатомии полости носа. Потому что ее строение, она, собственно говоря, и определяет ситуацию, связанную с проблемами насморка. Итак, носовая полость, она достаточно уязвима, особенно у ребенка. И уязвима потому, что очень близко расположены нервные клетки, нервные окончания. Очень близко проходят сосуды различные. Полость носа легко травмируется. Ну, это является входными воротами для проникновения инфекции, передающейся воздушно-капельным путем. Соответственно, наиболее уязвима. Кроме того, полость носа, она напрямую соединяется с внутренними пазухами, с внутренними такими пространствами, располагающимися внутри костей черепа. И определенной такой трубкой, так и называется труба по имени ученого, который его открыл. Его звали, так очень интересно, Евстафий. На самом деле это было не имя, а фамилия греческого ученого. И так она и называется Евстафьева труба. Эта труба соединяет носовую полость, глубокие ее участки с ухом. Поэтому прямая связь, вот такой конгломерат, достаточно открытый. Это носовая полость, пазухи, которые располагаются внутри костей черепа, такие мешочки. И ухо, среднее ухо. Вот это все единый конгломерат. И эти пространства, они между собой связаны. Соответственно, мы будем говорить о том, что при воспалении слизистой оболочки носа возможны различные осложнения, связанные вот с этой анатомией человеческой, человеческой вот лица. Значит, воспаление слизистой оболочки носа или ренит возникает, является как бы симптомом довольно частым, является симптомом, связанным с проникновением, ну, чаще всего, респираторного вируса, который вызывает воспалительный процесс вот этой самой слизистой оболочки. Соответственно, ну, возникает отек. Как следствие этого отека клетки слизистой оболочки носа начинают реагировать, начинают вырабатывать слизь. То есть появляется то, что мы ласково называем сопли. Вот, обычно, без каких-то осложнений, они такие густовато-зелтоватого цвета, бывают прозрачные. Вот, прозрачные, чем по цвету, тоже своего рода диагностический момент. Прозрачные вот эти выделения говорят о вирусной инфекции, они говорят о том, что, в общем-то, инфекция только началась, потом они густеют, и, учитывая ситуацию, что температура внутри выше, чем снаружи, внутри носовой полости, они могут очень быстренько подсыхать, и иногда бывает, что закладывает нос, дышать сложно, и в этот момент возникает отделение нету, а нос заложен, дышать очень сложно. Кроме того, вот в эти моменты, очень часто, особенно у детей, потому что вот эта эстафия труба, она маленькая у ребенка, и, соответственно, при заложении носа резко повышается давление в этой трубе. Кстати, происходит при резком изменении давления вообще. Ну, например, иногда это может быть, даже если вы находитесь в скоростном лифте, я уже не говорю про самолет, поэтому уши закладывает в таких моментах. Так вот, при насморке, при заложенности носа довольно часто может снижаться слух. Ничего в этом страшного нет, если бы не осложнения, которые могут возникать. Но об этом чуть позже. Так вот, следующий, вернее, не следующий, один из моментов, которые могут возникать потом, это присоединение вторичной уже бактериальной инфекции, чаще всего стафилококк или стриптококк. И это состояние изменяет цвет выделений. Они становятся более густыми, более такими концентрированным цветом. Иногда, не иногда, а периодически они становятся какими-то зелеными. Это даже гнойными, да, немножко. Это показатель присоединения бактериальной инфекции. То есть ситуация становится хуже. Как лечить на этом этапе? На первом этапе лечение происходит следующим образом. Самое главное, это нужно, если нет отека, есть выделение, самое главное, это промывать, очистить слизистую оболочку от вируса, от вот этих налетов, которые скапливаются в слизи. Поэтому промывается обычно раствором солевым, достаточно десертную ложку соли на стакан воды. Это промывается раствором соды. Также десертная ложка соды на стакан воды. Но обратите внимание на общую ошибку, которая при этом производится. Я сказал слово, не закапывается, а промывается. Поэтому это должно быть, соответственно, сделано. Если вы берете пипеткой, то набираете полную пипетку, и несколько пипеток вы прямо вливаете в нос. Причем выделять обратно, выливать, совсем не обязательно. Это может проходить через ротоглотку, попадать в пищеварительный тракт, и благополучно выводиться из организма. Ничего в этом страшного нет. Иногда бывает, что выходит обратно, а ребенку это не нравится. Но, тем не менее, это очень хорошо очищает. Кроме всего прочего, вы можете осуществить промывание маленькими детскими клизмочками. Единственное, в чем здесь нужно быть очень внимательным, это в том, что давление, которое вы производите, должно быть небольшое. Нельзя наполнить клизму и ее сжать. Надо медленно-медленно, почти капельно промывать в достаточно большом количестве жидкости. У маленьких детей, скажем, до года, очень хорошим эффектом обладает промывание грудным молоком. Дело в том, что в грудном молоке содержатся вещества, которые являются антивирусными, антибактериальными, обладают свойствами. И промывая грудным молоком, точно так же вам исцеживает немножечко куда-нибудь в баночку. И еще теплое молоко сразу прилежит к промыванию. Значит, когда ее нос закладывает, и дышать сложно, то пробивать его и промывать нет смысла, бесполезно. Он все равно вылится обратно. Нужно снимать отек. Вот здесь нужно использовать капли. Это могут быть капли на травах, это могут быть капли, которые вы подбираете соответственно возрасту ребенка. И процесс осуществляется, скажем, часто в течение дня, но недолго, потому что длительное применение капель ни к чему хорошему не приведет, поскольку является определенным химическим ожогом слизистой. Очень часто такое состояние является не следствием простуды или какой-то вирусной инфекции, а следствием аллергической реакции. Особенно это проявляется тогда, когда ребенок страдает аллергией раз, или даже когда аллергии не было, но нет никаких других признаков. То есть он веселый, нормальный, а вот там нос заложил, или появились какие-то сопли при отсутствии прочих симптомов. Очень часто это является следствием аллергической реакции, поэтому нужно использовать либо препараты, направленные на снижение аллергии, но прежде чем выдавить эти препараты, нужно постараться понять, что явилось аллергеном, и его убрать. Это может быть еда, это может быть запах, это может быть элементарный какой-то новый шампунь, или какое-то новое косметическое средство у мамы, или парфюм, это может быть что-то связанное с какими-то игрушками, которые новый ребенок играет и так далее, и так далее. Травой, цветением, чем угодно. Поэтому вы ликвидируете, если невозможно ликвидировать, скажем, у вас там акация под окном растет, она цветет, у ребенка аллергия, то вы все время цветения даете ему что-то противоаллергическое, потому что убрать это невозможно. Значит, кроме этого, причиной, при ухудшении состояния, допустим, появлении зеленого отделяемого или гнойного, необходимо использовать капли, содержащие антибиотик. Ну, допустим, там, какие-то ледмициновые или какие-то другие капли, для того, чтобы бороться с бактериальной инфекцией. Иначе проблема может спускаться ниже и вызывать уже воспаление нижних отделов дыхательной системы, и состояние будет ухудшаться. Кроме этого, я могу обратить ваше внимание на то, как ребенок дышит в ситуации, связанной, когда он здоров. Обратите внимание, что есть определенные моменты, которые могут это провоцировать. Например, разрастание аденоидной ткани. Давайте сразу определимся в терминологии. Никакого отношения, скажем, к миндалинам, гландам аденоиды не имеют. И мы об этом поговорим в следующий раз. Но что такое аденоиды? Это разрастание ткани лимфоидной в полости носа, в более глубоких отделах, они свисают и забивают носовые ходы. То есть воздух проходит затруднительно. Чтобы понять, как чувствует себя ребенок с аденоидами, можете провести такой эксперимент. Взять кусочек ватки обычной, вот ее так распушить и засунуть себе в нос. Через какое-то время вы почувствуете все прелести, которые чувствует ребенок, у которого есть аденоиды. Соответственно, такие дети, если вы внимательно посмотрите, кое-кто увидит, что ребенок часто дышит ртом, не может дышать носом. Он подхрапывает, когда спит. Рот у него открыт, даже меняются черты лица. Они становятся более открыт, приоткрывшие рот. И как-то очень не... Да, говорите, закрой рот, а он не может закрыть рот. И это состояние чревато тем, что в этой лимфоидной ткани очень любят гнездиться микробы. Соответственно, в любой момент такие дети очень быстро заболевают, потому что микробы активизируются и выдают всякие неприятные ощущения. Поэтому, чем раньше вы выявили аденоиды, тем, в общем-то, легче с ними справляться. Если это зашло уже далеко, то их нужно удалять. И здесь бояться не надо. В отличие от удаления миндалин или глант, как мы их называем, там ситуация другая. Потому что миндалины несут определенную защитную функцию, в отличие от аденоидов. Поэтому этот вопрос нужно решать кардинально и очень быстро. Не нужно ждать. Если аденоиды достаточно разрослись, их нужно убирать. Операция несложная. И потом можно применять определенные масла, определенные вещества, дабы восстановить слизистую оболочку носа. В этом очень хорошо помогут определенные масла. В частности, есть такое масло, оно достаточно свободно продается в аптеках. Масло туи. Туя такое растение, дерево такое есть. Вот из его хвои делают масло, которое обладает очень хорошим противоаллергическим действием. И она вот как раз эту аденоидную ткань, ее развитие тормозит. Но масло туи имеет смысл закапывать только в том случае, когда аденоидов либо уже нет, чтобы они не выросли снова, либо они очень маленькие. На большие разрастания они не действуют. Поэтому обратите внимание на своего ребенка. Иногда удаление аденоидов, оно кардинально меняет статус ребенка, делая его из часто болеющего нормального человека, которого можно закалять, которым можно, в общем-то, работать, и которого не нужно вот так оберегать от всяких там лишних контактов или переохлаждений. Они становятся гораздо более крепкими. по поводу осложнений и по поводу проблем, которые возникают как осложнения от насморка, мы поговорим на следующей нашей встрече. А пока я с вами прощаюсь. Всего доброго. Будьте здоровы и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok